В нынешнем году на капитальный ремонт дорог в Волжском из регионального и местного бюджета выделено почти 62 миллиона рублей. На эти деньги будут приведены в порядок магистрали по улицам Карбышева и Пушкина. А вот уже выполненный ремонт дороги на проспекте Ленина признан мэрией некачественным. И оплачивать плохую работу подрядчиков власти Волжского не намерены. Репортаж Екатерины Краваевой. Ремонт этого участка дороги на проспекте Ленина официально начался еще год назад. Однако качество работ, которые завершились позже положенного срока, оставляло желать лучшего. Фирма-подрядчик получила от мэрии города и контролирующих органов предписание устранить все недостатки. Однако полностью ей это сделать не удалось. Срезали 2500 квадратов, переложили новый асфальт на то, что были ямы после зимы. Это они исправили. Подняли колодцы, подняли решетки и пролили мастихой там, где у нас были стыки. Вот это они сделали в этом году. Сейчас принесли мне форму. По этой форме я им опять дал замечание еще раз. Пришедшие на смену нерадивым подрядчикам дорожники также не могут похвастаться высоким качеством работы. Теперь на этом участке дороги будет проведена независимая экспертиза. Чисто внешне все волжане могут видеть, что дорога выполнена некачественно. И, ну, во всяком случае, точка зрения мэрии, эти деньги не проплачивает подрядчику. Вот сегодня подрядчики начинают подавать в суды, да, на то, чтобы им проплатили эти деньги. Наша точка зрения, что за такое качество мы не должны проплачивать деньги. А вот у жителей поселка Рабочий дорожная проблема другого характера. Они протестуют против того, чтобы убирали заграждение, которое сдерживало проезд машин по тротуару по улице Большевистка на улицу Карбышева, прямо на пешеходный переход. Здесь очень большой поток идет женщин с детьми, в садики, в школы. И вот это вот как здесь будут разъезжаться машины с людьми, я просто себе не представляю. Здесь все время был турникет. Потом, по желанию вот некоторых жильцов на этой улице, им хочется заезжать вот именно с этого переулка к себе на улицу. Все это снесли, сломали. С просьбой вернуть заграждение жители обратились к мэру Марине Афанасьевой. По словам главы Волжского, предписание снять его вынесло МЧС. Однако, это решение будет в деталях рассмотрено в администрации города. В кабинетах разложим схему дислокации, вымеряем здесь тротуары и пешеходный переход. Пока, несомненно, до выяснения закроем проезд, а там будем выяснять дальше. Окончательный вопрос с проездом по улице Большевистской должен быть решен до 1 августа. Екатерина Краваева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».